Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, уважаемые коллеги. 8% пациентов проживут 5 лет с таким диагнозом. Немногим лучшая ситуация в США – порядка 12%. Не буду надолго останавливаться на шкале МДС, о ней уже сегодня было достаточно сказано. Единственное, хочется сделать акцент на том, что в реальной клинической практике пациентов с благоприятным прогнозом на самом деле не так-то и много. Более 70-80% пациентов – это пациенты промежуточного и неблагоприятного прогноза. Конечно же, именно эти факторы влияют на показатели общей выживаемости. При плохом прогнозе не более 8 месяцев будет медиана. И так как мы говорим о гетерогенной группе пациентов, естественно, для каждого пациента будет свой подход к лечению. Сегодня уже демонстрировали похожий слайд. Естественно, до 2005 года мы жили в эпоху цитокинотерапии, где единственной возможной опцией было назначение интерферонов. Потом постепенно на рынок начали выходить новые опции – это тирозенкиназы. Пусть это будут собирательные образцы – это тирозенкиназные ингибиторы первого поколения, препараты Сунтиниб и Пазопониб. И сейчас постепенно мы переходим к новым опциям – к опциям комбинированного лечения. Анна Игоревна остановилась на комбинации иммуно-онкологических препаратов. Я же сделаю акцент на иммуно-онкологических препаратах в сочетании с тирозенкиназными ингибиторами. Клинические рекомендации всем известны. В зависимости от группы прогноза можем использовать или таргетные препараты первого поколения при хорошем прогнозе, или возможные комбинации при промежуточном и плохом. Немножко истории. Препарат Сунтиниб – это первая молекула, которая была прорывом в лечении метастатического почечного клеточного рака. Прорыв в том, что по данным регистрационного исследования третьей фазы увеличилось практически в два раза медиана времени без прогрессирования у пациентов благоприятного и промежуточного прогноза. Тем не менее, к сожалению, влияния на общую выживаемость не было. И заметьте, пожалуйста, специально выделил комплит-респонс. В этом исследовании не было ни одного пациента, который бы ответил полным ответом, несмотря на достаточно благоприятную выборку изначально. Пазопониб – следующая молекула. Опять-таки, исследование совсем небольшое. Посмотрите, 78 группа плацебо, 155 пациентов группы исследуемого препарата. Опять же, медиана времени без прогрессирования увеличилась. Тем не менее, вклад в медиану общей выживаемости отсутствовал. Хотелось бы задать вопрос в качестве интерактивного голосования. Несмотря на клинические рекомендации, несмотря на то, что мы, в принципе, знаем, как надо лечить этих пациентов. Правда ли, что практикующие врачи назначают ингибиторы теразинкеназ в первой линии терапии у большинства пациентов? Пожалуйста, голосуйте, коллеги. Можем увидеть результаты? Да, около 10 секунд. Мы ожидаем результаты. Пожалуйста, подождем. Я могу не уложиться в свой тайминг. Ну, смотрите. Софри, как я и предполагал, более 50% назначают ингибиторы теразинкеназ в монорежиме. Хорошо это или плохо? Это плохо, да? И плохо это потому, что, к сожалению, существует определенная стагнация по эффективности этих опций. Основная стагнация, первая, то, что мы не можем перепрыгнуть через эту медиану времени беспрогрессивнее. Вторая стагнация, то, что вклад в общую выживаемость, он отсутствует у этих групп препаратов. Следующая причина, по которой надо менять концепцию в лечении этих пациентов. В том, что практически у четверти пациентов, которым мы назначаем ингибиторы теразинкеназ первого поколения, существует первичная резистентность. Более того, еще, наверное, процентов у 30 в ближайшие сроки от назначения разовьется уже вторичная резистентность. Соответственно, подходы к лечению должны меняться. Гайдлайны НССН, уже третья версия 2022 года, немножко отличаются от наших рекомендаций. Тем не менее, как вы видите, что для благоприятного, так и промежуточного неблагоприятного групп прогноза, основное это комбинации. Не буду останавливаться на механизме действия комбинации, всем это известно. Остановлюсь на тех опциях, которые есть на сегодняшний день. Наверное, самое зрелое исследование, и многие из вас уже имели возможность применения пембролизома с оксетенибом. Исследование КИНОД-426 сравнивалось с сунетенибом. Было показано преимущество комбинации по таким параметрам, как частота общей выживаемости, времени без прогрессирования и частота объективного ответа. Тем не менее, следует отметить то, что вклад комбинации в выживаемость пациентов благоприятного прогноза не был статистически значим. Тем не менее, как мы видим, очень высокая частота объективных ответов. Для меня загадка, почему в этом исследовании при назначении сунетениба 6% полных ответов. В отличие от того исследования, о котором я рассказал до этого. Следующее исследование – это опция линвотениб с пембролизумабом. Это трехрукавное исследование сравнивалось с сунетенибом и с линвотенибом и эверолимусом в первой линии терапии. Исследование КЛЭ. Комбинация на сегодняшний день еще не зарегистрирована к применению в Российской Федерации. Тем не менее, как видите, практически трехкратное увеличение медиано-времени без прогрессирования по сравнению с историческим препаратом с сунетенибом. Следует отметить, что при проведении подгруппового анализа основной вклад эта комбинация дала в улучшение результатов лечения пациентов с неблагоприятным прогнозом. Комбинация в наших рекомендациях сейчас рассматривается как альтернатива. Сравнилась точно та же с сунетенибом. И в данном исследовании пытались показать именно вклад комбинации в лечение пациентов, имеющих экспрессию PD-L1, более 1%. Было показано то, что комбинация действительно улучшает время беспрогрессирования как в PD-L1 позитивной группе, так и в общей популяции практически в полтора раза. Тем не менее, при сборе незрелых данных в исследовании на RANDOL 101 не было показано преимущества по параметру общей выживаемости. И последняя комбинация, на которой я сделаю акцент, это комбинация Нивлумаб с Кабазантинибом. Это исследование Чекмей Т9Р. Данная комбинация уже зарегистрирована в Российской Федерации, но пока еще не входит в клинические рекомендации. Тем не менее, в данном исследовании Сунитениб сравнился с Нивлумабом и Кабазантинибом. Доза Кабазантиниба, прошу отметить, была ниже, чем при лечении Кабазантинибом в монорежиме. Вместо 60 мг назначалась доза 40 мг. Об этом я скажу чуть попозже, потому что это важная ремарка именно касательно профиля токсичности данной схемы. Как вы видите, стратификация по группам прогноза, наверное, идеально отражает нашу реальную клиническую практику. Всего 20% пациентов были с благоприятным прогнозом, 80% промежуточный и плохой. Более того, пожалуйста, обратите внимание, каждый десятый пациент имел саркоматоидный компонент опухоли. В принципе, компонент, который изначально резистентен терапии ингибиторами тирозинкиназ. Выживаемость без прогрессирования, великолепные результаты, более чем в два раза превосходит Сунитениб при медиане наблюдения практически ранным двум годам. Более того, при стратификации по группам прогноза, во всех группах прогноза мы наблюдаем улучшение по данному показателю. Естественно, самый хороший эффект в группе неблагоприятного прогноза. Тем не менее, на 42% снижается риск в группе промежуточного и благоприятного прогноза. Общая выживаемость. Данные, наверное, еще тоже не совсем зрелые. Тем не менее, вы видите, какой тренд наметился. Кривые расходятся практически с самого начала. И общая выживаемость на 34% выше в группе капзантинид с неволумабом. За два года наблюдений медиан общей выживаемости не достигнут. Это говорит о том, что более 50% пациентов в группе комбинированного лечения живы. При стратификации по группе прогноза АМДС, естественно, расхождение идет по промежуточному и плохому прогнозу. Тем не менее, я думаю, когда мы будем иметь более зрелые данные, мы увидим все-таки вклад комбинаций и для благоприятного прогноза. Касательно объективного ответа. Полный ответ 10%, но согласитесь, это много. То есть мы имеем полный ответ по критериям РИЦИСТ. Опять-таки, сунитениб 4% для меня, как и в исследовании Пембракси, определенная загадка. Обратите, пожалуйста, внимание на медиану времени до ответа. В группе НИВА-КАБА, если брать минимальное значение, это 1 месяц, возвращаясь к тому вопросу, кому что назначать. Естественно, когда мы хотим получить быстрый ответ, то есть это симптомные пациенты, и мы предполагаем, у них хороший ответ на лечение, это должна быть комбинация ингибиторов терзенкина с иммуно-онкологическим препаратом. Более того, ответ на лечение был заметен во всех группах прогноза, при этом он по частоте ответа практически не отличался. И в группе благоприятного прогноза и в группе плохого прогноза количество респондеров было практически одинаковым. Касательно саркоматоидного компонента, великолепные результаты, великолепные потому, что медиана времени без прогрессирования вот в этой подгруппе пациентов, которые изначально резистентны к ингибиторам терзенкинас, по медиане времени без прогрессирования сопоставимо с исследованием сунетиниба по сравнению с интерферонами, то есть 9 месяцев. Если немножко абстрагироваться от критерий фрицист и посмотреть такой параметр, как наибольшее уменьшение суммы диаметров целевых очагов, практически 100%, без 5% 100% имели уменьшение таргетных очагов. А теперь голосование. Как вы считаете, профиль токсичности у пациентов, получающих комбинированную терапию и терзенкиназные ингибиторы иммуноонкологические, менее благоприятный, чем монотерапия терзенкиназными ингибиторами? Пожалуйста, голосуйте, коллеги. Можно результаты? Пока ожидаем. Вы знаете, я, наверное, с вами соглашусь в том плане, что изначально, когда только эти комбинации появились и не было еще реального клинического опыта применения, у меня было точно такое же мнение, как у вас. Тем не менее, посмотрите, пожалуйста, вот на эти замечательные графики по нежелательным явлениям НИВА-КАБА и СНИТИНИБА. И отбросьте те шкалы, которые выделены более светлым цветом, то есть это нежелательные явления первой и второй степени, на которые зачастую в реальной клинической практике мы даже не обращаем внимания. Вы видите то, что профиль токсичности, он практически сопоставим с монотерапией, с СНИТИНИБом. С диареей мы умеем справляться, извините, лапирамид еще никто не отменял. Прекрасно лечатся пациентки, допустим, обема циклибов с диареей и получают великолепный эффект. Я сейчас говорю о молочной железе, да. С артериальной гипертензией есть рекомендация по коррекции артериальной гипертензии. Поэтому проблем с токсичностью в реальной клинической практике быть не должно. Надо уметь коррегировать эти нежелательные явления. Отмена по токсичности была невысокая. Медиана продолжительности терапии при назначении комбинации оказалась более чем в два раза выше, чем медиана продолжительности терапии с СНИТИНИБом. Уже не успеваю на следующих линиях остановиться. Остановлюсь на качестве жизни, как, наверное, на самом важном интегральном показателе, к чему мы стремимся, помимо времени беспрогрессирования и общей выживаемости. Пациенты на комбинации чувствовали себя лучше по сравнению с СНИТИНИБом. На выводах останавливаться не буду, они все на данном слайде. Единственное, что хочу сказать, надо менять в головах парадигму лечения этих пациентов. Понятно, что есть ограничения финансовые, и с этим мы никак не можем справиться. Но надо отходить от лечения ингибиторами террозинки НАС в монорежиме, там, где мы можем применить комбинацию. Благодарю за внимание. Продолжение следует...